Доброе утро на моём тревел-канале. Мы сегодня приехали на очередной пляж, мы на Курфу. Здесь спектр развлечений не очень большой. Это пляжи, рестораны, кафе, монастыри, церкви, монастыри. Ну, ещё пара крепостей есть, которые мы уже успешно посетили, поэтому сейчас активно занимаемся пляжным отдыхом, открываем для себя. Может быть, действительно возникнет желание на будущее вернуться на Курфу. Приехали на пляж Глифада, ехали всё с того же вокзала, на том же зелёном автобусе, с другого пути, правда. Ехали минут 30-35, виды везде одинаково красивые. По-моему, сегодня мы в Адреатическом море, здесь вообще граница немножко размыта, поэтому не всегда понятно, где мы находимся. И хочу отметить, что это первый песчаный пляж, на который мы с вами попали. Полноценный песчаный пляж, то есть песок не только в воде, песок здесь. А песок местный? Песок местный, конечно. Ну, естественно, сто процентов. По легенде, сам Посейдон выносил этот песок на пляж Глифада. Что ты гонишь, а? Здесь должна быть легенда, это Греция. Понятно, да. Песок неплохой. Единственный минус то, что камни меньше греются. Вот сейчас ещё всего лишь 12 часов, а по песку ходить уже невозможно. Хотя так же жарко, как вчера. Оборудованный пляж, мы прогуляемся с вами обязательно по пляжу, по берегу. Заходили, есть магазины, рестораны. Лежаки здесь стоят незначительно дороже, то есть мы, если вчера платили за два лежака и зонтик 7 евро, то здесь за два лежака и зонтик 8 евро. Также есть возможность пойти вон туда, в ту зону, luxury зону. Там стоит два лежака 15, они более комфортные. Но там, честно, немножко громко играет музыка и много детей. А если же они ещё приносят минеральную воду, по-моему, то 20 евро за двоих. Ну, то есть минеральная вода 5 евро получается. Ну, там такие большие бутылки, правда. То есть приятное место было бы молодёжной компанией... Извините, вода безлимитная? Вода 1 бутылка. Было бы приятное место посидеть молодёжной компанией, но там сейчас много французских детей. Они бегают, бегают и шумят. Есть хорошо сразу душ. Ну, кстати, в наши 8 евро входит, естественно, туалет и кабина, кстати. Плюс Греции, то, что неважно, берёшь ты лежаки, не берёшь ты лежаки, никто не будет тебя ни в коем случае останавливать, там просить какие-то деньги, если тебе нужно воспользоваться местами общественного пользования, за этот респект. Всё, я думаю, общей информации достаточно. Будем смотреть пейзаж, пейзаж красивый, пляж и гулять и наслаждаться замечательным карфианским загаром. Ну что, давайте немного пройдёмся по пляжу. Пляж, конечно, огромный. Наверное, это самый большой пляж, который мы видели здесь, но не самый большой песчаный пляж на Корпу. Сейчас жарко-жарко, люди постепенно начинают уезжать, потому что сегодня суббота, и будьте внимательны, у них разные расписания. Если вы, например, на общественном транспорте специально смотрел разные расписания на рабочие дни и в субботу-воскресенье, то есть лучше всего взять бесплатное расписание, которое выдается на вокзале, то есть вы спокойно можете взять. Это та зона, где мы были сначала. Здесь лыжаки стоят 15 евро за двоих зонтиком, либо 20 евро с минеральной водой. Конечно, приятное достаточно место здесь. Бары поприличнее, играет музыка, ресторан. И, кстати, никого это не пугает, зона полная. Дальше еще одна зона с шезлонгами. Там цену, я не знаю, играть не буду, но, видимо, либо так же, как у нас, 8 за 2, либо, может быть, чуть-чуть подороже. Людей действительно много-много места, как популярное место у молодежи. Там вон дальше даже есть горки и какие-то водные развлечения. И люди там сегодня были, то есть дети там играли. Посмотрите, какая красота. Домики, виллы, возможно, отели, много таверн. Есть магазины. Конечно, в ресторанах цены достаточно высокие. Например, по-моему, сидр, который стоит в магазине около евро 82. Здесь стоит 4 евро в ресторане. А при этом в местном магазине цены абсолютно адекватные. Ну, например, банка Coca-Cola, которая стоит в магазине 70-80 евро. Здесь стоит, ой, 70-80 центов, прошу прощения. Здесь стоит 1 евро. Здесь шикарные виды и поговаривают при этом, как это не смешно. Нам сегодня наша французская знакомая сказала, что вот этот дом на горе принадлежит какому-то известному российскому танцору балета. Но не знаю, насколько это так. Пойдем давайте дальше, посмотрим, что здесь есть. Сам пляж, ну, песок вот такой, очень сильно нагревается. Это, конечно, минус. Плюс то, что везде песок, нет камней и дно очень-очень-очень чистое. Вода, кстати, несмотря на то, что песок прозрачный, я думаю, видите. Дно неровное. Сначала чуть-чуть поглубже, потом опять какая-то отмель дальше, а потом опять начинается глубоко. Ну, кстати, для детей пляж идеальный. Здесь нет резких обрывов сразу, но сейчас я не знаю, я остатки оставил там, как я побегу по песку, потому что песок действительно очень горячий. Вот такие катамараны, видите, с горкой. Можно отплыть подальше и скатываться в море. Там еще одна зона с шезлонгами. Опять очередная таверна, очередное кафе. Посмотрим, что есть. Это начинается с... Так, педальные лодки 15, каноэ 10, моторные лодки 50 за час, 90 за два часа. То есть вчера на предыдущем пляже они были, конечно, подешевле. Там нам лодку предлагали 60, правда, без без учета стоимости топлива за 60. Здесь 2 часа 90 евро за, но, правда, с учетом топлива. Есть бананы по 15, водные лыжи 40. Написано, что это длинная поездка какая-то. Джетски 50 евро 15 минут. Паракайт на одного человека 50, на двух человек 60 евро. Написано тоже то, что длинная поездка. Честно, цены высокие. Вот здесь также есть список того, что можно посмотреть на лодке. и написано то, что все лодки за... застрахованы. Но, честно, если что случится, я боюсь то, что страховка это не главное. Не главное, что лучше пускай лучше учат, потому что, к сожалению, лицензии никакой они не спрашивают. И инструктаж, который проводится перед поездкой, занимает 15 минут. Но люди берут. Вроде бы, слава богу, все нормально. Перед поездкой также они предоставляют карту мест, куда стоит поехать. Сейчас еще раз вернусь. Просто я не могу зайти на песок. Он очень горячий. Отсюда не знаю, насколько видно. Надеюсь, то, что вам будет видно нормально. Различные пещеры, пещеры пляжа, пещеры гроты, пещеры дельфинов, пещера Аполлона, естественно, посейдона. Ну, то есть, все в таком греческом стиле. Вот картинки из того, что можно посмотреть на лодке. Но, честно, вчера мы на том же вот пляже были... Сейчас попытаюсь вспомнить. Барбати, на Барбати бич. Там можно взять ту же самую лодку и замечательно покататься целый день за всего лишь 60 евро. Там месяца на 4-5 человек в эту лодку точно. Здесь лодок не видно. А, нет, вон лодки. Тот же самый размер, что было вчера, только стоимость намного, конечно, выше. 90 евро за два часа. Все, в принципе, о пляже больше сказать нечего. Пора двигаться уже, выдвигаться отсюда, потому что скоро будет последний автобус. Сегодня суббота. И, к сожалению, последний автобус выезжает в 16.45. Нужно спешить, потому что, думаю, народу будет тоже много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с вами вернулись назад в район, где мы живем. Район называется Канони. Напоминаю, для тех, кто не смотрел или забыл, пропустил Канони по-итальянски, это пушка. И понятно, почему. Потому что здесь, прямо возле вот этого знаменитого места, а знаменитые почему мы сейчас увидим и узнаем, находится реально пушка, которую оставил здесь адмирал Ушаков, когда покидал остров Корфу. Крип, Кипр, Корсику. Когда Ушаков покидал остров Корфу, он оставил здесь эту пушку. Это одна из двух пушек, оставленных на Корфу. Вторую мы видели у монастыря в Палеокастрице. Но знаменитое место не только пушкой, хотя здесь несколько видовых кафе, ресторанов, где очень много людей. По-моему, здесь во всем городе лучший вид на закат. Мы уже это наблюдали. Сейчас думаю, что еще захватим. Здесь мы находимся прямо возле аэропорта, куда мы прилетали на Корфу. И здесь же самое начало взлетной посадочной полосы. И здесь самое то место, где все фотографируются с самолетом. Здесь днем очень много туристических автобусов, потому что Канони нам так повезло, что мы в самом эпицентре всех туристических маршрутов по Корфу. И даже, как нам сказала женщина в турагентстве, если вы живете в Каноне, ходите пешком или ездите на автобусе, то есть не летаете закрытыми глазами до центра города, вам не нужны никакие обзорные экскурсии. Мы спускаемся, мы ищем самолет и открывается отсюда не только... Так, 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 летит самолет как раз. Сейчас, сейчас, нам повезло. Вот. И знаменит, соответственно, аэропорт. Открывается ведь замечательный мышечный остров, на который мы ни разу не доехали. Честно, люди сюда платят деньги, специально приезжают, чтобы посмотреть на это все. Мы здесь живем, остановились. И спускаемся только второй раз, и ни разу не были на мышечном острове. И, честно, не вариант, что туда вообще я попадем. Давайте спускаться, посмотрим, что там. А вот сама пушка. Сама пушка здесь должен быть. Да, здесь есть герб Российской империи. Он сохранился и на этой пушке, и на той, соответственно, пушки абсолютно аутентичные, настоящие. Давайте сейчас подойдем быстро, посмотрим меню и цены в баре Каноне, в кафе Каноне. У них есть различные блюда. Основные блюда, кстати, абсолютно недорого. 7 евро лазанья вегетарианская, лазанья с beef, ground beef, это что-то типа тушенки из говядины. 7,5, филе курицы с перцем 7,5. То есть, честно, я думал, что это кафе будет дороже. Салаты, например, сезонный салат 5,50, греческий 6,50, салат с курицей 7 евро, салат от шефа, да, сефуд салат, салат с морепродуктами 8, мороженое недешевое, но непонятно. А, ну вот, видите, большие порции мороженого еще с вафлями. То есть, цены могли бы здесь быть и повыше. Это приятно, то, что цены здесь абсолютно адекватные. И за такой вид, честно, я думал, они берут больше. Видите, как молодцы? То есть, за это респект. Здесь всегда полные заведения, люди приходят просто посмотреть, пофотографироваться. Я говорю, еще ни разу не было такого, чтобы кому-то что-то сказали или попросили покинуть заведение. Это, конечно, большой плюс. Вот какая-то церковь здесь есть, куда можно дойти спокойно по мостику к той церкви. А там дальше мышиный остров. Тоже с известной церковью, думаю, эту историю, легенда известна всем. Ее и в Аришке озвучивали, и, думаю, много кто. То есть, Посейдон приказал этот корабль превратить в остров. Маленький, там есть павлин, и его очень хорошо по вечерам слышно. И видите мост? Вот видите, люди идут, уходят, выходят. Да по этому мосту ездят, ездят на велосипедах, на мотоциклах, на ту сторону. Потому что это ближайший путь, видимо. Там жилая зода и дома. Не знаю, как сегодня. В прошлый раз нам повезло в том плане, что мы когда стояли на мосту, и был самый-самый пик заката, кто-то на холме, здесь на холме также дома есть. Вот, по-моему, из того дома на всю мощь играла греческая музыка и потом классическая, которая, мне кажется, товарища прям плейлист называется «Под закат». Поэтому место, не знаю, будете вы здесь жить, не будете здесь жить, я бы советовал приехать сюда обязательно именно на закате. Мне кажется, это самое крутое время. Вот так вот люди проводят здесь по полдня и по полвечера, чтобы сделать один красивый кадр, потому что при всей лёгкости мероприятия, кажущейся, это не так просто. Смотрите, аж два самолёта летят один за другим. Мне кажется, это грузовой какой-то. Он очень огромный. Кажется, это невозможно. Что-что? Мне кажется, это невозможно. Чего, я вам скажу, что полиция на поле, конечно. Вот так вот, наверное. Ну, отличный кадр. Что-то, о! О, полиция на поле. А это что, картошка, что ли? Сбылась мечта. Мы опоздали на ужин в отеле. Тем более, сегодня пятница, и это самый лучший день, чтобы опоздать на ужин. Сегодня всё работает в центре допоздна. И зато мы попали в абсолютно аутентичное местное заведение. Называется Мама Сувлаки. У них есть доставка. Находится в центре, прямо возле главной площади. Недалеко от нашего любимого Кофе Айленда. То есть, здесь все основные заведения и совсем близко старый город. Мы заказали, как это неудивительно, в заведении под названием Мама Сувлаки. Не Гирос, а именно Сувлаки. Думаю, вы все, кто были в Греции или на Кипре, знают, что Гирос – это что-то наподобие шаурмы, либо в пите, либо на тарелке. Сувлаки же – это такие шашлычки с тем же наполнением, что, в принципе, и Гирос. Здесь достаточно обширное меню, но, честно, все об одном и том же. Все про Сувлаки и Гриф. Позиции много. В основном написано на греческом. И, кстати, вокруг сидят только греки. Нет ни одного иностранца, кроме нас. На английском кое-что дублируется. Например, Сувлаки у них начинается, или Гирос, в пите маленькая порция от 2 до 40. Это с коросем, со свининой, курица 2,50, с почему-то дороже говядина 2,60. И идут разные начинки. У них здесь курица-бекон с деревенской колбасой или сосиской. В общем, большое количество. И также можно увеличить порцию и заплатить всего лишь за большой Сувлаки или Гирос 4 евро. Я считаю, это очень доступно. Например, на Кипре большая порция стоит 7,50. Также мы заказали вино. Вино стоит краб такой пол-литровый 5 евро. То есть, что мне кажется, тоже очень доступно. Вино очень неплохое. Подается, как и везде, салат. Соус это горчичный у нас. Небольшая лепешка, кстати, здесь совсем обычно до этого как-то было больше. Мяса немало, хочу вам сказать, поесть. Есть также десерты различные. По 4 евро, по 5 евро напитки. Пиво, например, варьируется от 2 евро. Нет. Знаете как? 2 евро – это прохладители и напитки. Я так понимаю, это полы и так далее. Пиво начинается от 2,80 и кончается 4 евро. Есть дополнительные блюда в конце. Они вот показывают прям, чтобы меня не улечили в обмане. Только по-гречески написано. Например, мусака стоит 9,50. Остальные блюда я вам не смогу с кем назвать, потому что я не понимаю, что это такое. Есть жареный сыр халуми. Около 5 евро 4,80, по-моему. То есть, условно, по местным меркам недорого. Можно вкусно поесть. И сейчас я даже попробую чуть-чуть, чтобы не быть голосовным. Потом еще покажу, как выглядит внутри и как выглядит снаружи, чтобы, если вы захотите здесь что-нибудь попробовать, вы смогли легко найти. Но найти здесь, честно, здесь такой большой город, что найти абсолютно не сложно. Мясо очень вкусное, сочное. И никаких претензий нет. Я буду есть. И потом уже пойдем дальше смотреть на всю горы. Ну и вдогонку, заказали еще по маленькому гиросу. Оказался, он не такой уж и маленький. Стоит, как я говорил, 2,50. Ну, вот так вот оно выглядит. Здесь у нас мясо, соус дадзики, лук, картошка и овощи. Это очень вкусно. Да. Жаль, вино почти закончилось, да? Да. Но это очень вкусно, честно. То есть, вроде бы, вот так смотришь с виду, со стороны, как будто они делают вот шаурму вот эту нашу, да, которую я не знаю, что должно быть, чтобы я ее ел. А тут, может быть, атмосфера. Такое ощущение, что прям, это, Мишленовская кухня какая-то. Очень вкусно. В таком интересном месте находится Макдональдс на Корпу, на первом этаже отеля Аркадио. Притом, отель, судя по месту расположения, очень даже приличный. И внизу Макдональдс. И, кстати, мы вчера шли чуть-чуть позже, наверное, где-то на полчаса. И хочу вам сказать, что Макдональдс у них закрывается. То есть, это не как мы привыкли. Если все закрыто, можно пойти или поехать. Макдональдс нет. Макдональдс закрылся у них в 11 часов вчера. Посмотрите, какой волшебный магазин сладостей. Сейчас я попробую посмотреть через витрину. Это что-то типа... Не вафли, как... Сейчас узнаем, как это называется у профессионалов. Посмотрите. Это такой мини-Диснейленд, мне кажется, здесь в корку. Есть стандартные сладости. Ну, тофи, риттер-шпорт и так далее. То есть, ничего выдающегося. Какие-то вот эти крутящиеся напитки, которые есть везде. Но само оформление магазина, оно просто, конечно, поражает. У нас таких сейчас магазинов в Москве понаоткрывалось. Называется, по-моему, Пират Мармелад. Где можно покупать на развес вот эти мармеладки всякие. Кстати, у нас много из этого есть. Здесь это называется Hans und Gretel. На самом деле, это немецкая сказка. Hans und Gretel. Я думаю, у нас тоже о ней слышали. И вот так вот у них выглядят рожки для мороженого. То есть, здесь мороженое можно в таком необычном рожке купить и вафли. А посмотрите, как выглядят продавщицы. Мне кажется, их можно снимать феями в каком-нибудь диснеевском фильме. Прямо рядом с этим красивым зданием, историческим. Скорее всего, административного назначения. Потому что флаг, грецкий флаг Ебросоюза, находится католическая церковь. То есть, интересно то, что здесь, в самом центре, не только православные церкви, но также есть и католическая, и синагога. Единственное, мечети пока не видел. Ну, не удивлюсь то, что есть ли она здесь также где-нибудь есть. Хочется все-таки передать вам хотя бы маленький кусочек атмосферы данного места, потому что оно действительно волшебное. Здесь хочется смотреть, ходить каждый-каждый кусочек, каждый сантиметр, заглядывать чуть ли... Конечно, это неприлично, заглядывать в тарелки к людям, смотреть, как они общаются, особенно местные. Место, ну, сам по себе Корфу, это полное смешение культур и с большим количеством узких-узких улочек. Посмотрите, какая улица. Сейчас темно, здесь практически нет освещения, и она выходит уже ближе к порту. Там тоже очень красиво, и часто проходят различные концерты. И сегодня видели, как люди занимаются спортом. То есть, несмотря на небольшой размер, в Корфу достаточно активная социальная жизнь. А, кстати, да, если мы туда пойдем, мы выйдем как раз в сторону Старой крепости и Азиатского музея. Кстати, мы пока что в Азиатском музее не были, но наши друзья-французы нам очень настоятельно рекомендовали съездить в... сходить в Азиатский музей. То, что раз уже мы в Корфу, не стоит упускать такой возможности. По вечернему Корфу можно гулять бесконечно. Но об этом как-нибудь в следующий раз.